Первый раз меня позвали, это был 90-й, по-моему, год, или 91-й. Это был дубляж на Нева фильм, это был «Побег» Харрисона Форда. Харрисона Форда я озвучил, дублировал. Режиссер была Людмила Акимовна Демьяненко, супруга Александра Сергеевича Демьяненко, и она была мой первый учитель. Как вам с ней вообще работалось? Ну, чудно, это вот очень мощная школа была, такая старая школа. «Николас Кейдж» был хорош в ранних совсем своих фильмах, которых я не дублировал, к сожалению. А потом как-то все это очень одинаково, поэтому пытаюсь я его немножко сделать многогранней. Такой актер двух-трех красок. Здрасте, я агент федерального ФБР. Меня зовут Стэнли Гудспид. Прекрасное имя. Хоть вспомнил, как зовут. Конечно. У вас критическая ситуация. Это верно. Вам нужна моя помощь. Точнее не скажешь. Кофе. Нет, не надо, спасибо. Это мне кофе. О, да, я как раз хотел заказать. Принесите чашку кофе, пожалуйста. Ну, был, по-моему, такой неплохой фильм, где он, то ли он таксист, то ли он еще что-то, и такие огромные были закадровые монологи его, мысли. То ли он в скорой помощи работает, то ли еще... Да, воскрешение мертвецов. Да, 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 воскрешение мертвецов. Харрисон Форд, ну, такой мистер органика, ну, такой вот он, простецкий американский парень, спасает все и вся, такой рыцарь без страха и упрелка. Это немножко пресно всегда. Не хватает в нем каких-то, ну, может быть, ему так говорят, каких-то потаен. Ну, есть у него роли, но они как-то ему... То ли народ не дает ему сниматься в таких ролях, народ, значит, продюсеры, то ли еще что-то отрицательных качеств в нем. В его героях вот не хватает этой соли, манка. Пошел вон с моего самолета. Все кончено. А вообще, его есть любимка для Володи? Его? Да. Да, по-моему, «Дорога на Арлингтон», где он играет злодея. Точно, вот его, да. И, кстати, неплохо, там такой очень... Если вы видели, помните фильм? По-моему, «Дорога на Арлингтон» или где? Там убийство как-то забыл. Он убийца, он там строит козни. Жуткое дело. А потом вот у Смита многие фильмы. Вот «Хэмкок» мне очень понравился. Замечательный был фильм. Дублировал. Где Уилл Смит. Вот. «Погоня за счастье». Лучше Джека Николсона, конечно, у меня работ не было. Это лучше не бывает фильм. Вы танцуете? Об этом я размышляю с тех пор, как вы затронули эту тему. И как? Нет. Здесь странное место. Мне пришлось купить пиджак и галстук, а вас пустили в домашнем платье. Ничего не понимаю. Что? Папа, постойте, куда вы? Что такое? Да куда же вы? Я ведь не хотел вас обидеть. Сядьте. Глядите на меня с презрением, только сидите. Я прошу вас. Скажите мне комплимент, Мэлвин. И недавно какой-то я сделал фильм, забыл. У него небольшой эпизод. Как знать? Как знать, точно. С культурой может и не так стремительно отражаться. Заткнись, идиот долбанный. Грубо. Даже слишком. Не надо так говорить при Энни. Ладно. Я виноват согласен. Теперь позволь вернуться к... Извини, Энни. Вернуться к... Извини еще раз, Энни. К делу. К сожалению, только два, по-моему, я сделал фильмы с ним. Но гений, лицедейство, и вот это все повторять, вживаться в это, как тут... Это очень интересно. Вот он... Может быть, там еще пару актеров. Очень попали. Уилл Смит тоже очень хороший актер. Сложная работа там была, потому что там... Ну, такой фильм. Как-то все к нему очень трепетно относились. В хорошем смысле. Я несколько раз потом просто попадался, видел свою работу. Вроде ничего. Не понимаю, из-за чего столько шумов. Мне кажется, он не больше Мавритании. Ты порой бываешь права, Роза, но только не насчет Титаника. Он на сто футов длине Мавритании. И намного роскошнее. Вашу дочь трудно чем-либо удивить, Руфь. Говорят, этот лайнер не потопляет. Ну да, сам Господь не смог бы пустить его ко дну. Нужно зарегистрировать у главного терминала. Я могу это сделать, сэр. Полностью полагаюсь на вас. Пожалуйста, обратитесь к моему бабушку. Да, сэр, вы крайне любезны. Приходят какие-то серии, серии пять. Вызываются актеры. И вот в пяти сериях я прописываю. Серии пять-шесть. Я прописываю этого персонажа. Тук-тук. Привет, заходи. Где извозился? А, да, на втором этаже трубы меняю. Все прогнило к чертям. Это старый дом. Да. Да, Джули сказала, ты вроде приходил? Эм, да. Я думал съездить завтра на винограднике Джермании. Там дегустации нам... Какому часу одеться? Пойдет шесть. Шесть годится. Хорошо. Я думал, что потом еще ужин и, может, потанцуем. Ну, они очень-очень хорошо играют. У них присуща ирония, легкость. Понимание тем, что, в общем, это... Они не спасают человечество в этом сериале. И вот эта легкость, самая ирония. То, чего не хватает в наших отечественных сериалах. В последний год уже не отказался, не озвучил. Девять лет, по-моему, это длилось. Вот. Ты Валера Соловьев уже озвучил за меня. Алекс Николас называл ее панацеей, пока я ее не приобрел. А затем все оказалось фикцией. София, только путем вскрытия можно определить, виновата ли сыворотка в смерти Кэролайн. Если да, то я брошусь в Аризонт. Я сделаю для тех людей все, что в моих силах. Я не сомневаюсь в этом. Иногда мне кажется, что это не так. Воспоминания, ну как, это все-таки 9 лет жизни. В кругу замечательных актеров и людей. Когда вокруг стрессов, творилось что-то страшное. Это с 90-го по 2000-й год. Где-то так. Или с 91-го. И, в общем, конечно, я вспоминаю это с теплом. С теплом коллегам. И, в общем, кудачик такой, что я закончил институт в 90-м году. Это звучит как в 41-м году, что все развалилось. И очень многие остались не у дел. Выпускники 90-го года. А я как-то оказался вот рядом с профессией, которая не учит, а я успел научиться у моих коллег. Многие из которых уже покойные. И как-то благодаря этому остался в профессии. И потом уже начались и съемки, театр и прочее, прочее, прочее. Да, с Сиси Кэппелом мы встречались. Мы даже голосовали за какого-то... Это была избирательная компания Тарасова, какого-то миллионера, который баллотировался вместе с Собчаком. И вот он вызвал Сиси Кэппела. И мы выступали перед контингентом пенсионеров, которые, в общем-то, и голосуют. И имели огромнейший успех. Но Собчак победил у нас. Это было поначалу очень неожиданно. Очень неожиданно. Так как я в курсе многих сериалов в связи с родом своей деятельности. Очень неожиданный сериал поначалу был. А потом постепенно я понял, что это уйдет в никуда. И как-то я потерял к нему интерес. Очень-очень интересные повороты. Это высший какой-то пилотаж. Когда почитаешь о том, как это все снималось. Ну, всегда ожидаешь еще большего. Но тут они затянули, конечно. Когда мне было 9 лет, мой отец застрелил мою мать, а потом себя. Виноват в этом был Сойер. Он был жулик. Мошенник. Я охотился за ним с тех пор, как окончил академию. Появилась зацепка в Австралии. Достал имя, Энтони Купер. Прогнал имя по базе, получил список этих Куперов и стал их обзванивать. Да актер дивный. Да там компания такая, что такой профессионализм на самом деле. Учиться, учиться. Мультфильмы замечательные есть. Просто дивные. А есть полное что-то за предел какой-то. Но мультики это тоже очень интересно. Такие поискать в себе грани. Вообще, какие ваши самые... Моя жизнь с Луи, по-моему, вот так вот она... Или жизнь с Луи. Был дивный мультфильм. В этом году не будет гирлянд. Надо экономить энергию. Чью, твою? Надоели бы мне. Программа для рыбаков. Замаскировали рождественское шоу под программу для рыбаков. Везде это в Санта. Ну, много было хороших очень мультфильмов. Много. Я не могу сейчас вспомнить. Это огромное количество. Ну, конечно, ну, я... Акулии истории. Ну, это уже там за Роберта Даниру я озвучил. Никогда я его не озвучил, по-моему, да. Только вот Акулу озвучил. Ну, как сегодня, мои крохотульки? Скучали? Все чудно, а? А? Знаешь ли, Сайкс, в нашем мире рыба-рыбий волк. Кто не сожрал, того сожрали. Я жил для моих сыновей. Растил их, оберегал, обучил их. Молодец, молодец, верно? Я прав или нет? Сайкс. Прав или не прав? И все для того, чтобы была смена. Ты прав. Когда я отплыву от дел. Что ж, этот день он настал. Последняя работа вот просто мне очень понравилась. Мультфильм назывался. Там был лама нетрадиционной ориентации. У меня роль. Лама с нетрадиционной ориентацией. Очень был любопытный мультфильм. Ничего смешной. Чего это? Не двигайся. Еще вот тут взъерошить. Тут немного сбить. Подтянуть, приподнять, пригладить. О, престо. Я гений. Фотопорад сюда ты. Перфекто. Ну, точная копия. Никто не заметит подмены. Теперь пойдем танцевать. Моя самая любимая работа, последняя на данный момент, это смурфики, гаргамель. Я такой злой волшебник там. Всего лишь крохотный волосок из твоей крохотной бороды. И волшебного эликсира хватит на весь позах. Представляешь, какое количество я смогу наварить из всей твоей семейки. Смурфикат. Ну, и, конечно, очень Джим Кэрри. Вот, 33 несчастья. Лемони Сникет. Очень интересный, конечно, Джим Кэрри был. Но он эксцентрик. Это такой клоун мимики и интонации. Знаешь, в этом огромнейшем мире полно несчастных сирот, которые с большой радостью переплыли бы океан кнопок, чтобы оказаться в тени бесконечного списка моих достижений и великих побед. Я равнодушен к ним. Сердце мое приняло лишь двух прелестных созданий. И эту мартышку. А взамен лишь прошу, чтобы вы исполняли мои мелкие прихоти, в то время, как я буду пользоваться колоссальным состоянием ваших родителей. Ну, вот, конечно, Людмила Акимовна Демьяненко и Наталья Федотова. Это, конечно, мои Игорь Ефимов. Учителя. Ну, сложно сказать, тогда была другая техника. Сейчас она такая. Сейчас можно настроить так, что я слышу себя, когда все получилось у звукорежиссеров. Любое дыхание и персонажей, и свое, я сливаюсь в этом. А тогда многое не слышалось. Что, как, очень так все это было. Хотя, с другой стороны, живое общение. Ну, мне кажется, профессионал должен уметь это сделать, как будто вокруг него 15 человек. Если 15 человек на сцене, там, у него на экране, чтобы этого не было заметно. Не обязательно присутствие других актеров. Это должно быть так же органично. Тут много качества, но главное не навредить, как у врачей. Не надо ничего улучшать. Вот как сыграл актер, вот это надо донести. Попасть вот точно в него. Это и ритм, и музыкальность, и диапазон интонационный, тембровой. Ну, не нужно делать лучше. Это вот всегда очень, очень портит. Забыть себя и вникнуть в нюансы голосовые, в дыхание, в манеру. Ну, конечно, Александр Сергеевич Демьяненко, Гелис Исоев, Геннадий Петрович Богачев. Сергей Иванович Паршин. Да, в общем-то, все. Все. Я не могу сказать, что я с этим актером. Нет, нас немного. И все профессионалы. Вот так, на коленке, какая-то халтура была. Что нового? Они опаздывали, они путали. Играи там не было никогда. Да ну какая, ну чего. Просто люди зарабатывали деньги. Я ужасался, я ничего не понимал вообще. А потом привык уже к какой-то манере такой. Сам что-то понимал там. Ну, с опозданием на шесть реплика. Диктор живет своей жизнью, там своя жизнь в экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова